11 сентября 2006 года Борис Никитич Кирьянов Ветеран Великой Отечественной войны Сотрудник Крымского облсполкома В результате встречи и общения с архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой Круто изменил свой жизненный путь Оставив партийную работу По личной рекомендации святителя Борис Никитич в 1947 году Поступил в Ленинградскую духовную семинарию Окончив 4 семинарских курса за 1 год Он стал студентом Ленинградской духовной академии Вместе с ним учились будущий патриарх Алексей II И будущий протеерей Василий Ермаков В 1958 году Во время хрущевских гонений Священник Борис Кирьянов был осужден По 58 статье На 4 года заключения и 2 года высылки Отбывал в сибирских лагерях Затем в Мордовии В 1988 году реабилитирован Верховным судом РСФСР Духовная связь Ирия Бориса С архиепископом Лукой никогда не прерывалась Владыка писал ему в лагеря Из ссылки и поддерживал семью заключенного Супругу и троих сыновей В 1974 году за штатный священник Борис Кирьянов, здоровье которого Было основательно подорвано Как ранением на войне, так и длительным заключением Впервые приехал в Кисловодск Эти поездки стали регулярными Со временем вокруг отца Бориса Сформировалась сплоченная община Православных христиан Людей самых разных профессий и возрастов Через несколько лет после кончины Отца Бориса Кирьянова Его духовное чадо создали благотворительный фонд Святитель Луки Война и Синецкого Для оказания духовной и медицинской помощи людям Силами фонда в городе Кисловодске выстроены Храм и клиникодиагностический центр Святителя Луки Батюшка на себя брал По большой любви к нам на самом деле Он брал на себя решение всех наших проблем На самом деле И маленьких, и больших И что для нас казалось там, наверное На тот момент что-то страшным И неразрешимым Для него это, естественно, казалось Может быть даже и незначительным Но он настолько каждому уделял внимание Он никогда не показывал Да там твои проблемы ничего не стоят Он вникал в каждую проблему Он вникал и даже в проблемы такие Что там, я не знаю Вот у Леди Павловны, женщину, у которой он жил У нее там кот Или там коты воровали цыплят в курятнике И он там до того вникал Что он там делал какие-то рогатки И там что-то боролся с этими котами Потому что там для Леди Павловны Это была действительно большая проблема Потому что одним из основных, наверное, каких-то источников дохода Это были вот эти какие-то куры Там какой-то небольшой огород и тому подобное Он вёл, то есть не то, что сказал и забыл про этого человека А он вёл и вёл по жизни И сколько вот он жил на Земле Столько он вёл своих духовных чад И помнил о каждом О каждой проблеме Никогда никого ни с кем не путал И всегда действительно этот уровень обращающихся к нему И проблемы-то были разные У кого-то они были действительно глобальные Уже угрожающие жизни А у кого-то, возможно, действительно на уровне, что кот воровал цыплят Но батюшка проявлял любовь и сострадание ко всем одинаково Он никогда никого не выделял Община сама совершенно разные люди Совершенно не вот одинаково То есть по направлению Ну, конечно, врачи, очень много врачей Но в целом соединить их и собрать невозможно Вот в принципе, а тут собрались Пример, когда вот эту же Липану Женщину, когда она попала в больницу Её везла Нома Николаевна Это главврач больницы Причём она её там строила Это такой заслуженный врач Причём, наверное, Советского Союза Она везёт её, вот эту бабулечку Везёт просто на каталке по всей больнице Начинается ещё поток людей Учителя, врачи, музыканты Ещё кто-то То есть начинает стекаться Главврачи каких-то санаториев И все начинают стекаться И просто не поймут вообще, кто это и что это вообще Что это происходит Действительно, это вызвало удивление у окружающих В принципе И это, наверное, то, что это заслуга бабушки То, что он объединил Это вот этот цемент, наверное, который Понятно, что любовь Потому что батюшка говорил, что Он чётко говорил словами Господа Господь есть любовь Да, вот словами Евангелия Господь есть любовь И он, как сказать, объединил нас на любви Потому что это единственный, наверное, фундамент И цемент, который нас соединяет Это что-то такое Спасибо за субтитры для вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...